Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют, плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Доброе здоровье! Небольшое, так сказать, вступление перед обедом. Я занимаюсь практически всем, что касается меня, потому что везде надо разбираться для того, чтобы не наделать каких-то ошибок. Естественно, что-то я и вам советую из того, чем я занимаюсь, и вы пробуете. Естественно, получается обратная связь. И вот мы начали переписываться с Владимиром. И вот что он пишет. Геннадий Петрович, доброе утро. Утро доброе. Хочу поблагодарить вас за ваши бесценные труды, которые вы делаете и рассказываете в своих видосах. Спасибо! Человек оценил. А как оценить? Оценивается тогда, когда это появляется на практике. То есть человек только раз что-то сделал, и лучше себя почувствовал. Читаем дальше. Принимая по вашей рекомендации тмин и гвоздику, пищеварение значительно улучшилось. То есть теперь сразу же я всем говорю. Если вы хотите улучшить свое пищеварение, то используйте всего лишь навсего палочку, гвоздику. Много не надо. Одну палочку, но вы ее проглатываете. Ничего, сжевать не надо. Проглатывайте. Примерно с каждой едой. Вот вы три раза питаетесь. Значит, три раза с первым блюдом, со вторым блюдом вы проглатываете. Так, эта гвоздика будет улучшать пищеварительный огонь. А вот что касается тмина, он будет и улучшать пищеварительный огонь, вообще пищеварение в целом. Нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. И плюс он еще будет подавлять гнилостные бактерии, которые имеются. То есть если там вздутие, газы, какой-то стул ненормальный. Употребляйте. И значит здесь, вот смотрите, вы должны регулировать употребление тмина. Начинайте с пяти зернышек. Можно, значит, утром натощак вот пять зернышек. Там опять-таки с чаем или еще чем-то. Жевать не надо. Гвоздичку пять зернышек. Опа, натощак выпили. И погнали. Итак, пищеварение значительно улучшилось. Кто хочет улучшить. Но почему-то стул козий. А вот здесь, вот здесь. Надо, так как и гвоздика, и тмин подсушивают организм за счет своих вот этих вот огненных свойств. Вот тут надо регулировочку. Как только вы чувствуете, что стул становится тугой, количество тмина вы уменьшаете. Количество гвоздики вы сокращаете. Допустим, три раза вы применяли гвоздику. Сократите до одного раза. Тмин вы применяли тоже, допустим, три раза. По, грубо говоря, десять зернышек. Сократите до одного раза. Как только выровнялся стул, вот где-то вы тут и держите. То есть я начинал вообще с буквально-то из пол чайной ложки тмина натощак. Пока я встал, жена там кофе не допивает. Она себе делает кофе, вот, не допивает. А я только раз, это кофе допиваю. Значит, и сначала где-то одну треть чайной ложечки тмина только раз положил и кофейком запил. И всё, пошло. И дальше я там занимаюсь своими делами. Чувствую, что стул стал более тугой. Значит, я сокращаю до одной четвёртой, одной пятой. Пошло-пошло нормально. Ага. А потом только раз, что-то такое я слегка увеличиваю. То есть регулируйте, немножечко используйте свою голову. И стул у вас будет нормальный. Но почему-то стул козий, большие круглые шарики, это как раз вот и есть вот эта особенность. Но цвет, как в детстве, песочный. Вот это то, что надо. Большие круглые шарики как раз и говорят о том, что имеется в организме ветерок. То есть подсушивается. И смотрите, почему ещё подсушивается? Потому что сейчас холодно и сухо. Это уже действует подсушивающее на организм. Высушивает. А что высушивает? А первым образом высушивает то, что у нас должно обезводиться. Обезваживается у нас стул. Каловые массы. И вот тут как раз и происходит. А далее уже начинает там у нас кожа такая быть сухая. Начинают эти самые ногти там ломаться. И прочее, 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 прочее. Так вот вы как раз делаете. Плюс, смотрите, большие круглые шарики. Вы можете выструживать вот такую вот свечку из сливочного масла. Замораживать её. То есть взяли сливочное масло. Ну, примерно там её там, пока она, знаете, ну, такой, можно его резать. Она такой, знаете, не замёрзла совсем. Вы вырезали из него несколько таких свечечек. В морозилку положили. И на ночь, на ночь именно раз вставили. Значит, в ампуле прямой кишки эта свечка расплавливается. И всё смазывает. И вы не так сохните. Запомните. Потому что вот эта вот сухость, сухость, сухость. Это начинает у вас высыхать сухожильная ткань. Это начинает высыхать хрящи и прочее, прочее. И тогда идут вот различные там переломы, растяжения, разрывы и прочее, прочее, прочее. А это прекрасная профилактика. Запомни. Ещё заметил, когда употребляю в пищу яйца или рыбу, стул пахнет. А вы знаете, яйца и рыбу употребляйте сначала тушёные овощи, а потом яйца там и рыбу. То есть, чтобы у вас как-то яйца и рыба не шли, допустим, с хлебом или ещё с чем-то. Они очень хорошо будут перевариваться, когда имеется растительная подушечка. То есть, вы съели либо свежий салатик, но сейчас свежего салатика не надо. А вот тушёные овощи в тёплом виде. Кстати, сейчас холодный февраль, вы всё стараетесь есть в тёплом виде. Это большое дело. И тогда стул будет нормальный и особо пахнуть не будет так. А когда им только растительную пищу, гречку и овощи, приготовленные на воде, то запаха нет. Ну, бывает, бывает, всё бывает. Об этом можно ещё поговорить. Мы сейчас не о том говорим. Дальше, продолжаем дальше. Хочу поделиться своим опытом по посещению гравитационной гимнастики и спросить совета у вас. Потому что я порекомендовал Владимиру, говорю, вот если ты хочешь ещё, позанимайся. Дело очень хорошее. И вот он рассказывает о своём опыте. 12.02. я второй раз посетил зал гравитационной гимнастики. Ну, это вот в феврале. В Серпухове. Приехал я туда в воскресенье, как обычно, к 11 утра. Сначала было 2 человека, через минуту 30 потянулось ещё 3 человека. Ну, так примерно там и бывает. Делали, как обычно, 5 упражнений. Веса у меня были. При первом посещении 29.01 штанга на поясе 265 килл. Дожим руками 144 килл. Тоже ногами 244 килл. Тоже ногами 244 килл. Полуприсет 164. Конечная тяга 164. Кстати, раньше использовались, вернее, для того, чтобы человека, как бы сказать, втянуть в эту гимнастику, использовались 3 упражнения. И, как правило, они шли так. Это дожим ногами, потом дожим руками, а потом штанга на поясе. Сейчас как-то тут у них поменялось. Значит, при втором посещении 12.02 штанга на поясе 320 килл. Дожим руками 164. Дожим ногами 306. Полуприсет 180. Конечно, тяга 184. Теперь внимательно. После первого занятия инструктора посоветовали не пить и не есть ничего в течение суток. Сразу же объясняю, почему они советуют не есть и не пить в течение суток. Чтобы вот та энергия, которая образовалась от занятий, то есть вы путем напряжения пропускаете, в первую очередь вы возбуждаете у себя в организме выработку энергии. И плюс вы еще ее пропускаете через себя. И для того, чтобы она беспрепятственно, знаете, подействовала, что-то там выровняла и прочее, 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 прочее. То есть не тратилась ни на питье воды, ни на обработку пищи, потому что переваривание – это энергия. Не смывалась, потому что она, как бы сказать, аура становится больше у человека, который позанимался гравитационной гимнастикой. Ее можно просто-напросто смыть водой, под душем, в ванне и так далее. Так вот, чтобы все это оставалось и поработало сутки. Почему такая рекомендация? Сразу же я вам объясняю. Но после тренировки у меня начался дикий жор. И я, к сожалению, не смог вечером удержаться и поел. Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного. Я обычно вот этих вот рекомендаций не придерживаюсь. Но вы можете придерживаться. То есть попробовать разницу. А вот так? А это? А вот так. Воду пил после тренировки, но часов через шесть. Также советовали не мыться в течение суток. Рассказал, почему, что и как. Последним советом я пренебрег, но помылся до пояса в первой. И во второй раз. Говорят, если придерживаться этих рекомендаций, ощущения будут другие. Какие и что? Именно не сказали. А я вам сказал. Та энергия, у которой у вас выработалась и которая еще у вас остается, она продолжает работать. Поняли? Надеюсь, поняли. Но если не поняли, спросите еще разок. Был прилив энергии и гиперактивность после первого посещения. Прилив энергии и гиперактивность, это говорит о том, что... Вот у меня, смотрите, какой голос. Какой голос. Это говорит о том, что голос в первую очередь говорит об энергетике человека. Насколько она у него мощная. Ладно, значит, прилив энергии должен наблюдаться. То есть, вот у вас не было этого. Грубо говоря, я потом вам скажу очень важную вещь. Грубо говоря, значит, у вас была одна энергетика. Ну, вот вы привыкли себя чувствовать. А вдруг вы, позанимавшись гравитационной гимнастикой, вы получили ее больше. А раз вы получили ее больше, как она ощущается? Она как раз так и ощущается в виде пролива сил. Ох, как ко мне сейчас энергия привела. Чувствуете? Ой, как пролила. Вот. И гиперактивность. То есть, вот руками будете махать, там еще что-то, знаете, как-то суетиться и то и все. Это нормальное явление после того, как вы получили или выработали больше энергии, нежели вы до этого имели. Это очень интересные вещи. И именно в этом большая суть этих занятий. Ни качание, ни, грубо говоря, еще какие-то там эти вещи, они такого не дают. А вот второе посещение чувства голода уже не было. Я выдержу 22 часа без еды с момента окончания тренировки. Чувства голода не было совсем. Да потому что чувство голода возникает еще тогда, когда у нас недостает энергии. Недостает энергии. И организм, в основном мы привыкли, ее пополняют за счет питания. Но можно совсем иной, причем энергии, набраться за счет того, что вы выработали вот эту энергию, как бы сказать, минуя пищеварительный процесс. И тогда есть и не хочется. Кстати, кто на голоде был, тот примерно ощущает, он не ест, а бывают такие дни, когда у вас энергии там, о-о-о-о. Так вы как раз открыли канал получения совершенно, ну как бы сказать, иной энергии, о которой вы особо не подозревали. И которые вполне вас удовлетворяют даже более того, более того. Об этом можно потом как-нибудь поговорить. Так, но пить хотелось сегодня я после тренировки, значит, попил и немного в течение дня. Ясно, понятно. После второго посещения вечером у меня был дикий упадок сил. Как будто меня выжали, как лимон. С кровати было тяжело сойти, силы что-то делать и куда идти не было. Также посреди ночи я очень сильно замерз. Сначала была жарко, потом кинуло в сильный холод. А вот это вот интересное, жарко, потом в холод и так далее. Какой-то тремор был. Также заболело правое колено. Оно и раньше периодически меня не беспокоило. Но сейчас ощущения боли были усилены. Вопрос, это нормальные ощущения? Итак, а теперь идем дальше. Одно дело, когда вы, знаете, вот это раз, получили энергию. И она только опачки, вот так вот действует, знаете, грубо говоря, потенция возрастает. У нас тает сил девать некуда. Голос, вот эта гиперактивность и так далее, и так далее, и так далее. То есть она так сначала срабатывает. А вот зато потом, хотя это может быть и в первый раз наблюдаться, либо же в последующие. Нечто подобное у меня было, когда я как раз позанимался вот этой вот изодинамической гимнастикой на тренажере. У меня поднялась температура. То есть что тут происходит? Давайте теперь по полочкам разложим. Когда у вас появляется больше энергии, то она начинает наводить порядок в вашем организме. И поэтому, и поэтому, когда начинается наведение порядка, то может быть действительно, вот вечером, может быть упадок сил, потому что эта энергия начала работать по выпрямлению всех, грубо говоря, там каких-то перекосов, каких-то этих самых слабые органы работают и прочее, прочее, прочее. То есть она теперь обратилась на то, чтобы внутри навести порядок. Вот это вот настоящее целительство. То есть ваша же энергия, которую вы выработали, допустим, у вас было, грубо говоря, вот так вот, 100% энергии, а тут только, опачки, грубо говоря, у вас стало 150. И вот эти вот 50% пошли на то, чтобы все это делать. И плюс еще прихватили и все остальное. То есть организм перешел на самовосстановление в результате работы вот этой вот повышенной энергии. Поэтому сначала было жарко, жар все это там делает, понимаете, вот это вот крутит, мутит, наводит порядок. Потом кинуло в сильный холод, вот эти контрастные, да. Вот это как раз оно и работает. Вот это да. Когда человек ест таблетки, он не ощущает, он, знаете, только симптомы снимает и так далее. А вот подлинное исцеление, вот то, которое должно быть, как правило, оно сопряжено с разного рода кризисными явлениями. У вас, знаете, была там какая-то деформация где-то, и потом, знаете, от избытка энергии, как, знаете, бутылка на морозе такая, пум, вот так вот стало. И вот этот вот пум как раз выражается сначала в, грубо говоря, в жаре, в которой вас кинуло, потом у холод, тремор, естественно, там, подрагивает все это такое. Нормализуется, нормализуется. Вот так оно и происходит. С этим обычно никто, люди-то сталкиваются, но как-то в широком понимании это не практикуется, не рассказывается, какое должно быть на самом деле вот это вот исцеление. Говорят, что кризис вот миновал или кризис настал, вот это подъем температуры как раз, это тоже кризисное явление. Также заболело колено, и все те скрытые травмы, которые, знаете, вы травмировали, они там что-то там у вас скокошилось, ну и скокошилось, и ладно там, говорит, ходите, да и хожу, или еще там что-то там такое. Работает на, грубо говоря, на пониженном. Ну, работает, и пока мы не чувствуем, что, знаете, вот, что начали хромать. Хотя там уже имеются свои там эти самые нарушения, ну и ладно там, мы их особо не замечаем. Мы очень многого не замечаем, что у нас образовалось в результате понижения нашей энергетической мощности. Вот. Мы просто к этому состоянию привыкли и думаем, да так и надо. Ну, грубо говоря, вот я до 2016 года думал, ну, все, вот так, мол, этот самый возраст, что ты хочешь уже тут. И половая активность не та, и то, что спина болит, и то, что плечи болят, и то, что ты плохо спишь, и то, что тебе жизнь становится не мила. Ну, это следствие вот этого всего. Но потом, 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 понимаете, потом. Вот смотрите на меня и впитывайте вот эту вот мудрость и силу, которую я вам рассказываю, и, возможно, самоисцеление и обновление. Но потом, когда стала возрастать энергетика, да я понял, ты смотри, на еще можно пожить и в 70 лет, и еще как. Так, плечи не болят, сон нормальный, шляпа стоит, извините за выражение. Энергетика имеется, голова прекрасно варит, все, 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 все. Ну, все, понимаете, по всем параметрам. Травмы вот эти все, которые там были скрыты, они только, знаете, уже так выправляются. Вот такие вещи происходят. Это нормальное ощущение? Да, это нормальное ощущение. За эти пару посещений каких-то глобальных изменений я не заметил. Так вот это вот и глобальные изменения, которые происходят в вашем организме. А теперь я скажу главное. Вот я уже практически занимаюсь три года. И я, если раньше, у меня была, допустим, энергетика такая, которая позволяла мне, грубо говоря, в самом таком упражнении, в котором проявляется вот эта мощь организма, поднимать, допустим... Ух ты! Хватит! И, грубо говоря, я был на уровне, а раньше вообще-то где-то на уровне 500 примерно килограммов был, да? Вот, моя энергетика. То теперь, когда я начал тысячу поднимать... Она у меня увеличилась вдвое. То есть это, как бы сказать, соотношение весов 500 и 1000. Будем говорить выражение вот в виде весов нам понятно. А теперь непонятно, это то, что у вас возросла мощь. Как вы ее можете определить? Вот я вам говорю, голос изменился. Я говорю, там, жизненные проявления, там, и прочее, 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 прочее. Лучше работает организм, он сам себя начал ремонтировать, понимаете? Та, допустим, инфекция, так, какие-то перекосы, которые были, и которые так просто. И не возьмешь ни таблетками, ни еще там чем-то-то там таким. Они тут начали происходить. То есть это совсем иное. Я сейчас работаю на энергетике в два раза больше, я лично, которая у меня была. И это совершенно иной уровень. Если я еще дальше уйду, больше, то, я даже, знаете, и не подозреваю, какие подарки могут свалиться. Как вы относитесь к такому мнению, что после ухода из жизни Самодумова в зале больше нет поставленной энергетики, и эта практика работает не так, как раньше? Насколько я понял, со слову Самодумова, вот если он ее поставил, она там будет и стоять. Это вот со слову того, что я, значит, понял, слушая Самодумова, ну то, что я несколько раз у него был в зале, по-моему, раза два, встречался с ним лично. Ну, это одно, как поставлено, так и есть. Особенно все опухивают. Я думаю, что там она стоит. Хоть не знаю, что там они говорят, что это, ну это самое. Ладно. Теперь вернемся ко мне любимому. У меня спортдальчик, которым я занимаюсь практически тем же гравитационной гимнастикой, но на другом тренажере я работаю не с весами, а через рычаг с этими же весами. Говорят, что это не то. Ну, не то так, ладно, не то и так далее. Но тем не менее, тем не менее, если я начал, грубо говоря, с 500 килограммов, там примерно так, да, хотя я начал еще меньше, так, не спеша, и дошел вот до 1000 килограммов, при этом ничего у меня не поломалось, так, хотя всякое бывало, как раз вот эти вот различные травмы вылазили, и потом они благополучно уходили, то вы нарабатываете энергетику в своем зале регулярными занятиями. А я занимаюсь очень регулярно. Я в последнее время занимаюсь очень много. Вот поэтому не думайте об том, что вот эта вот энергетика, нету поставленной энергетики, что там будет, не будет, вы вырабатываете свою. Он самодумал, сам, самодумал Анатолий Иванович, когда он начал заниматься. Естественно, у него не было никакой там энергетики поставленной, заставленной и так далее. Он ее наработал, он ее наработал. И вы ее наработаете, если будете регулярно заниматься. Если вы не против, буду сообщать вам и дальше свои ощущения после занятия. Благодарю за ответ. Владимир, сообщайте, пишите, что, что, как. И я вот здесь как раз буду вот эту вот рубрику вести. Вот свои, грубо говоря, где-то ощущения я немножко буду рассказывать. Сейчас я уже выхожу на тот уровень, который дается самостоятельными усилиями. А не то, что, знаете, он всем там, вот вы достигли чего-то за счет самостоятельных усилий. Это ваше. Это ваше достижение. Это не значит, что они будут у всех. Потому что люди думают, а, я ничего не напрягся, сейчас тут раз, качну бивень, сразу будет 60 сантиметров. Как некоторые накололи себе этой самой маслом каким-то там. И думают, что это бивень аналогично. Ну, это так, к слову. Так что я буду вам в меру своего понимания разъяснять, что, что и как. Февраль не балует теплом. Он лишь его предполагает. Под ноги снега накидает. За щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли. Зима закалку нам дала. Но шубы носим мы пока. Хотя они уж надоели. Природа все же свое берет. День помаленечку растет. И радость закрыляет нас. Зима закончится сейчас. Томлением душа полна. Настало время обновлений. Любить, желать и строить планы. Мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать. Пусть снег растает и просохнет. Мороз уйдет. И вот тогда прощайте, матушка, зима. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.